доброго времени суток youtube здравствуйте гости и подписчики моего канала у меня как бы подсохла эта вся штука которая сделал вот она обработанная вот теперь можно как бы заниматься дальше то есть ставить катушкодержатель по уму как бы этот катушкодержатель нужно ставить на арбор сейчас я покажу что это такое это вот такой вот спиненный полиуретан но он бывает и белый не обязательно он должен быть скажем так вот белый пожалуйста есть это графитовый это обычный но разницы между ними очень мало и как бы в этом суть чтобы как бы его поставить но для того чтобы его поставить правильно тут надо либо вот это все поздирать чего я делать не хочу либо его разрезать и потом сюда всклеивать чего я тоже не хочу поэтому я сделаю старым добрым способом как делают америкосы это через малярный скотч сейчас я вам покажу как это будет все делается значит берем вот такой вот карандашик я не помню как он называется ну короче это в художественных магазинах как бы как для художников писать по стеклу вот и делаем отметки где будет у нас малярный скотч здесь и вот здесь и начинаем мотать в этих местах но я как бы билдеры считает это неправильно но я пробовал всевозможные арборы или арборы не знаю мне все равно как бы их называть вот я пробовал сам точил всевозможные делал даже металлические ну как бы не железяки а из разных всевозможных зонких материалов с в 95 ты делал в общем всевозможные разные арборы я делал потом как бы через какое-то время я уже в общем я согласен скажу так одним словом я согласен есть такой билдер с ником дядя барс вот он тоже считает что ничего страшного в этом нет большой разницы какой арбор вот такой с этого самого с малярного скотча или же спиненного полиэт спиненного материала нет ну кроме небольшой разницы в весе что она как бы на такую палку которая условно ряда 2 с половиной унции то есть если так еще взять что это американец то я так думаю что он грамм до 80 это железно вот это его заявленный тест 1 1 2 унции поверху то есть для него это эти там пол грамма или грамм который добавит это вообще не существенно в общем короче мы наматываем эту штуку до тех пор малярный уже чуть-чуть осталось пока не будет садиться практически вплотную но тут я наверное сейчас пока установлю начну мотать здесь почему потому что чтобы примерять чтобы свободно проходился я потом добавлю если надо чем короче ряд пиндосы делают на вот таком на малярном скотче и не парятся притом не только допустим морскую серию удилищ этого на ютубе полно как люди собирают это можете посмотреть сами без меня как говорится вот во всяком случае вот здесь будет так для того чтобы сохранить все остальное там дековому пол и не перекрашивать вот этот бланк в общем как бы чтобы оставить приблизительно его первозданный вид мы делаем так как мы делаем сейчас отомотаю примере включусь и потом покажу как что будет происходить дальше я подобрал опытным путем намотал малярный скотч подбирать надо так чтобы малярный скотч был внутрь как бы как можно плотнее почему потому что когда это все смажется эпоксидной смолой то она будет идти гораздо легче чем но идет сейчас вот так вот она будет выглядеть идеально отцентрованная вот таким вот макаром сейчас я возьму эпокси точку про которую я вам уже рассказал вот эту сейчас попробую наверно как бы показать как слегка и просто с ней работать засниму на видео сам процесс размешивания эпоксидки вот и покажу вам как это все делается так спирт и салфетки как всегда значит смотрите вот так этот выглядит один из компонентов делаю следующим образом вытираю лопаточку кстати это та же самая лопаточка при помощи которой я кольца приматываю поправляю нитки беру приблизительно на глаз такое же количество другого составляющего вот так это все выглядит и начинаю их смешивать если как бы прохладно то или хотите немножко как бы ускорить процесс или сделать его по жиже да можно обычным дамским феном бытовым вот это дело все раз прогреть и тогда получится быстрее как бы размешал уже практически размешал даже этого количества будет много ну сколько размешано столько размешано вот так она выглядит вот она видите она не падает она не дает потекал в общем я не знаю кому как лично мне я уже как бы говорил что вот вот с этим работать очень легко и просто она великолепно убирается спиртом медицинским если кто знал сколько у меня спирта уходит на мытью руки и стола это вообще мрак и вообще никаких пятен и потеков не оставляет это очень хорошая вещь которая пользуюсь всегда и вам рекомендую хотя рекомендовать это дело такое чем каждый кто решит заняться он для себя подберет то что ему удобно вот теперь я снимаю катушка держатель вот он у меня жизнь внутри протер спиртом и начинаю делать следующим образом вот так это происходит мажу стараясь так чтоб торцы тоже были промазаны вот если вы там где-то лишнее наляпали это ничего страшного но все как бы потом вытрется это не та советская бокситка которая течет если на его попало тоже все вытерется это тут вот видите ну конечно желательно аккуратнее но тем не менее же говорю что все это вытрется все это будет очень даже хорошо вот таким образом я это все промазываю конечно боксит очки эпокси тачки излишек я немножко уберу это потом заторцуется в общем я промазал из эти торцы вот и тот который вот здесь невзирая на то что там я наляпал на этот самый на эву-еву мне его поэтому там как хотите можете не слушать я буду называть его мне так больше нравится вот и теперь надеваем катушка держатель хотела сначала подрезать тоже кстати вещь нужная ну под катушку под которую будет использоваться но передумал потому что вдруг захочет человек больше катушкой ловить и вот так потихонечку начинаю накручивать вот вот это и съемка и работа это конечно вещь обалденная значит по идее по идее вот это эпокси она должна застывать течение получаса но работать с ней с этой эпоксидкой настолько комфортно шуев можно как бы вот минут двадцать легко и непринужденной даже через 40 минут можно будет снять как бы излишки так вот видите камеру сейчас разверну видите я накрутил не знаю попала не попала но я снимать уже не буду извините вот я накрутил теперь я выставляю по этому месту где стояло кольцо так чтобы у нас все сходилось вот так вот так теперь берем этот же шпателечек аккуратненько я надеюсь видно да аккуратненько убираем эти прошу прощения за выражение сопельки и вставляем эти сопельки вот сюда они нам здесь пригодятся так так и сюда поскольку у нас эпокситочка осталась мы сделаем такой ход конем то мы еще и приклеим верхнюю часть евы так одеваем то что мы проточили вот и накручиваем сюда это уже можно погонять туда-сюда вот чтобы как бы больше хотя ев муха прошу прощения ева так что у меня салфетка ева у меня видите я не спешу работу это очень удобно когда эпоксидка не застывает и не льется вот его она как мочалочка и она хорошо впитывает вот вот я придавил опять полезли эти сопельки теперь эти сопли вот она уже начинает потихонечку густеть эти сопельки убираем этой же лопаточкой естественно что все сопли мы не убрали не убрали так первым делом я вытираю шпатель так дальше уже идет вот вот такая ну предварительно я могу конечно и так вытереть но она все равно еще полезет сейчас вам покажу вот так вот просто вытираю салфеточкой смоченной обильно в спирте спирт использую только медицинский не знаю почему просто потому что я его покупаю а у меня нет возможности каким-то другим не знаю я изначально им начал работать и мне им нравится все потом вот такая вот приспособа есть у меня тоже деланная на коленке условно говоря вот это для того чтобы прижимать вот я вот так вот ставлю мальчик немножко дает на тебя то есть присаживаю и его и суши держать это можно барашки но я же Я вот как бы убедился за свою жизнь, что нет ничего более постоянного, чем временное. Но как я сделал на скорую руку временно, вот так я и пользуюсь. Теперь уже привык, и скажем так, и уже, ну не знаю, то ли, у меня просто нет времени, я не успеваю. У меня канал, у меня группа, у меня как бы блесны, ну в общем как бы и палки, и ремонты. Я работаю так, как я работаю, все еще. Плюс как бы я же работаю все-таки. Вот мы так в пределах разумного прижали, без фанатизма. Естественно, что все опять вылезло, вот видите, и там, и там полезла эпоксидная смола. Вот теперь уже, как говорится, начнется основная работа. Сейчас я одену в свои вторые глаза, возьму палочки ушные, начну уже как следует портить спирт. Вот, я спирта не жалею, у меня жена смеется, говорит, если балконы знали, сколько у тебя спирта моется стол, и тут при этом я еще как бы его успеваю и вымазать, не только они, говорят, убили бы тебя. Ну, приблизительно так бы, наверное, и было. Вот, спирт прекрасно, дружит со смолой, вытереть можно довольно-таки качественно. Никаких потеков, ничего не будет, ничего не будет там, как бы видно. Даже спиртом нужно не жалеть, это расходник, на нем не надо экономить, потому что когда все высохнет и будет какая-то сопля торчать, это придется все убить и сделать все по-новому, потому что отдавать человеку с торчащими соплями я как бы, ну, не приучен. Это выбрасываем, берем свежую салфеточку, затем надо проверять, где вы там взялись, может быть рукой за Еву грязной в этом самом, чтобы нигде ничего не было, никаких потеков, потому что это будет очень неприятно и некрасиво, делаешь, делаешь, стараешься и вдруг какая-то хрень выглядит. Испортит всю работу, вот, ну, можете убедиться сами, так, спиртик, вот, никаких соплей, ничего тут нет, все я вытер, все хорошо. Вот в таком виде, ну, приблизительно, наверное, на час, на, лучше на два. Она хоть и получасовая, как бы, эта эпокситочка, да, по-моему, 30 минут, но я не помню уже там в описании, это когда я первый раз ей пользовался, я там переводил, что написано, ей уже, как бы, сколько лет я не заморачиваю. В общем, короче говоря, для меня эталоном будет вот это, вот, на бумаге, видите, ее осталось, я его положу отдельно, и когда я попробую, и мне удовлетворит то, что она уже, как бы, застыла, вот, тогда я только начну производить какие-то действия дальше. Пока, пока, вот такие вот дела. На этом, наверное, все, дальше будет уже, наверное, третья часть, я не хочу делать очень длинное видео, потому что люди, ну, как бы, я не знаю, вот, заодно спрошу у вас, ну, некоторые говорят так, что вот у тебя сильно длинное видео, мы не можем, у нас нет времени посмотреть полчаса, делай покороче. Я стараюсь, но я не представляю, как, что, и что надо вырезать, чтобы осталось меньше. Повторюсь еще раз, создал группу ВКонтакте, заходите, записывайтесь в группу, будем общаться, обмениваться фотографией. Ссылка на группу под видео в описании, первой строкой будет ссылка, группа ВКонтакте, на нее только ткнете пальчиком, и вы окажетесь там, это для тех, кому интересно. Всем остальным спасибо за внимание, если вам это было интересно и полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!